День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. А вот у нас уже началось утро на Болткоме. Продолжается. Точнее сидим мы не одни в студии, к нам присоединяются гости. Это как здорово, когда вот действительно живые люди, не через Zoom, не через Skype, не через какие-то эти все компьютерные гаджеты, а вот можно вот действительно с человеком поговорить тет-а-тет, взглянуть в глаза. И, наверное, то же самое мы можем сказать и о косметике, которая требует вот какого-то тактильного-то все-таки вот употребления. Здорово, конечно, через какие-то там эти все приспособления, может быть, наводить марафет, но этого не сделаешь. Поговорим мы о бренде Zinters, о его трансформациях, о том, что сейчас, каким образом этот бренд меняется и насколько какие-то планы у нынешнего руководства в этом отношении. Поговорим мы с совладелицей компании, которую купил бренд Zinters. Анастасия Удалова у нас в студии. Здравствуйте, Анастасия. Доброе утро. Ну и, наверное, конечно, сразу же самый главный вопрос, который всех интересует, почему именно Zinters? Зачем вам это надо? Ну зачем? Ну, на самом деле, сколько было отзывов о том, что да, когда-то в советское время это была качественная косметика, потому что, в принципе, другой не видели. А я ей привозил в Москву, привозил там всех. Ну да, натуральные ингредиенты, вот это вот все, но устарели технологии, устарела упаковка, все устарело. Контора дышала наладом, в конце концов, обанкротилась. Зачем понадобилось восстанавливать этот бренд? А если так хочется заниматься чем-то красивым, ну, создали бы свое. Ну, да, логичный, логичный вопрос. И, в принципе, ничего больше, как ковидная покупка. Я вам ответить вот так честно не могу. Ковидная? Да. А что значит ковидная? Наступила первая волна ковида. Закрыли магазин, купить нечего. Куплю-ка я заинтересно. Нет, и просто в этот момент, знаете, у всех, ну, мне кажется, мы можем ругать ковид, но, с другой стороны, у всех было время остановиться. Подумать, там, чем заняться, как прошла предыдущая часть жизни. И я на тот момент уже 4-3 года работала в Грузии, и мне очень хотелось вернуться домой. Но просто так, как я не могу не работать, то мне нужно было найти себе призвание здесь, в Латвии. И наступил ковид, и в новостных порталах была очередная новость, что Дзинтерс никто не покупает. Что уже, там, третий круг аукциона прошел, не продано. И, в принципе, ну, шансы того, что бренд Дзинтерс возродится, были уже ничтожны. И я начала интересоваться, смотреть, поехала, посмотрела завод, и оказалось, что история у этого завода гораздо более длительная, чем у Дзинтерса. То бишь, цифра, которая всегда писалась под старым Дзинтерсом Ану 1849, на самом деле это был господин, который до сих пор есть Лела и Агилда на витражах. Это Хенри Адольф Бриггер, который создал первый завод косметики и парфюмерии в Прибалтике на территории Латвии тогда, ну, не Латвии, но еще будущей Латвии. И его первый завод до сих пор существует в Латвии на углу Базницес и Стабо. Если вы так себе представляете этот угол, то это такое одноэтажное деревянное здание, оно до сих пор там есть. Я вам больше скажу, я на этом углу живу. Вот, видите, тогда там в 1849 году Хенри Адольф Бриггер своим помощником открыл свое производство. И через несколько лет, ну, через несколько, через лет 60, его внук переехал на базницу с шестиэтажное здание, там такое обрезанное. Вот это был следующий завод Бриггера. И, в принципе, весь квартал был, ну, переполнен разными производствами, которые дополняли производство Бриггера. И когда я узнала все, что эта история настолько интересна и, в принципе, близка нам до сих пор, потому что мы ходим по этим улицам, мы видим эти здания, и в архивах можно найти, ну, вот, ваших коллег разные, там, статьи о том, что Бриггер подделывали, о том, что это был суперпопулярный бренд, до Второй мировой войны продавался в Чикаго, в Брюсселе, в Париже, это был в Санкт-Петербурге, это была очень хорошая, узнаваемая косметика по всему миру. И в советское время это объединили, все заводы, пять заводов объединили, и это выросло в Дзинтерс. И когда я узнала эту историю, я стала грустна, что у нас в стране почему-то все, у кого и у чего есть какая-то история, закрывается, и как-то у нас в стране история не в почете. Поэтому, когда я посмотрела финансовые отчеты, мы поговорили с финансистами, я почему-то почувствовала в себе силу попытаться возродить этот бренд и попытаться сделать его опять знаменитым на весь мир. — Так Бриггер или Дзинтерс? — Вот в том-то и дело, вот я как раз хотел сказать. — Компания, поэтому вот если вы посмотрите в Лорсофте, если вы посмотрите на второй стороне упаковки, то у нас производство, это C.A.H.A. Бриггер, поэтому заводу, производству и компании вернулось историческое название, это Бриггер. И в Бриггере есть бренд Дзинтерс и будет бренд Бриггер. — Чем отличаются линейки? — Ну, Дзинтерс — это вот всеми нами полюбившиеся продукты, которые производились по рецептуре последних 50-60 лет. Конечно же, все рецептуры адаптируются нашему времени, потому что очень много ингредиентов запрещены из-за аллергенов и так далее. Начиная с того времени, когда там в 1953-1952 году что-то производилось. Поэтому, конечно, мы занимаемся адаптацией, мы смотрим на то, что нужно потребителю. Но это такой масс-маркет, доступный всем. Бриггер будет, ну, таким более премиальным сегментом, нишевым, с возрождением рецептуры 1899 года, потому что вот это не маркетинговый ход. Реально, 3 марта, когда у нас был объявлен выход нового Дзинтерса в свет и первые продажи, мы открыли сейф, который не могли открыть очень долгое время. — В честь этого события он сам открылся? — Нет, у нас стоял наш креативный директор Давис Сакне с бокалом шампанского и просто стоял и нажимал все клавиши подряд на этом сейфе. Ну вот просто, вот знаете, от нечего делать. Вот там все разговаривали, он стоял и тыркал этот сейф. И он открылся. И в этом сейфе была только одна тетрадка, написанная от руки внуком этого Бриггера, она у меня есть дома, 1899 года. — То есть с тех пор он не открывался с 1899 года? — Ну, он наверняка открывался, сейф новый, но почему-то, ну, почему-то предыдущие владельцы не забрали это. А, соответственно, ну, код на сейфа не был оставлен и... — Капсула времени, письмо в будущее. — Кто-то придет и восстановит. Пришла Анастасия и восстановила. — Ну, я думаю, что так очень амбициозно, конечно, но я буду очень стараться. — Хорошо. Нет-нет, все, я наоборот слушаю. — И я заслушался, но надо как-то вести эту беседу. Что касается, вы говорите, формулы, они исторические, но новая рецептура же тоже присутствует. — Конечно. — Или все восстанавливаются, просто ингредиенты свежие? — Нет, новая тоже появляется. Например, линейка зубных паст. И у нас есть теперь конкуренты большим европейским брендам. У нас есть зубные пасты с разными вкусами. И мы, в принципе, хотим из последнего — это с черной смородиной. Не для детей, для взрослых и детей. Поэтому этого, конечно, в Дзинтарсе раньше не было. И мы видим в этом большой потенциал. И вкусы зубных паст будут близки нам при Балтике. Это будет все то, что можно найти у нас в саду, в лесу. И поэтому Скандинавия и Прибалтика будут находить себе что-то очень близкое. — Работники, оборудование, сами рецепты. Кто разрабатывает? Местные? — Да, конечно. Мы купили активы. Мы не купили акционерное общество «Дзинтарс», потому что оно было уже на неплатежеспособность. Мы купили активы. В активах было также и оборудование. Сейчас мы в этом году инвестируем почти миллион евро в новое оборудование. Оно придет к концу года. Несколько линейк оборудования. И вот сегодня как раз наш директор производства уехал осмотреть это оборудование в Италию и во Францию. И рецептура осталась тоже прежняя. Сотрудники, ну, можно сказать, что это 50 на 50 новые и старые сотрудники «Дзинтарса». Разработками у нас занимаются... Ну, пришел от наших коллег, конкурентов из «Дзинтарса». Ну, мы считаем, что лучший разработчик в Прибалтике. Он в свое время создавал эти бомбочки. Это реклама «Дзинтарса». Но, да, у нас большая команда разработчиков, они разрабатывают все рецепты у нас здесь в Риге на МАУ-30. То есть вы идете против течения, получается, потому что в основном приходят откуда-то из других стран к нам завоевывают рынки. Вы же как-то вот изнутри пытаетесь завоевать другие страны этим брендом. Ну, конечно, потому что любая основа экономики любой страны – это, конечно же, экспорт и производство. Поэтому, ну, как-то нужно и в нашей стране что-то делать. И большое вам за это спасибо, за развитие и то, что несете имя латвийского бренда в широкий мир. Но куда именно вы несете? Понятно, что 14 республик бывшего Советского Союза, там на слуху у людей определенного возраста, да, о, я помню, там в моей молодости или юности, или когда-то еще был действительно такой производитель «Зинтерс». А сейчас где можно встретить вашу продукцию? Ну, можно встретить ее в Грузии, например, в поле 500. Ну, это я прям догадался. Вы оттуда, «Зинтерс» туда? Да, да, как раз так. Но это, в принципе, так и было. Это было проще всего сразу договориться о поставках в Грузию, и там мы уже полгода продаемся. Мы отправляем первую машину в Россию, вот буквально в понедельник мы закончили сертификацию. Мы продаем свою продукцию Великобританию. Это как раз новый рынок для «Зинтерса». Мы хотим покорить Скандинавию, где не было «Зинтерсы». Мы сейчас ведем переговоры о производстве private label. Это когда мы будем производить для других брендов. Это как раз скандинавские бренды, которые хотят размещать свое производство у нас. Мы начали продажи в Эстонии, где не было «Зинтерсы», даже в советское время. В Эстонии не было? Не было. Нет, для меня это было большое удивление, потому что там не знают бренд «Зинтерсы». И, в принципе, мы заходим как новый бренд на новый рынок. И мы, в принципе, смотрим всю Европу, Германию, Австрию, там, где тоже не было «Зинтерсы». Поэтому мы как-то себя бывшими советскими странами не ущемляем. Не ограничиваем. Не ограничиваем. Слушайте, ну вот ладно мы. Мы привыкли с детства к слову «Зинтерс». Мы его можем произносить. А как в других странах, в той же самой Эстонии? У них не будет проблем? Может быть, дурацкий вопрос, но тем не менее. А вы можете произвести все названия «Икея», которые есть? Ни одного. Вот, видите. Ну, «Икея» модель. Ну, а «Зинтерсы»… В смысле, бренд-то «Икея», а модели, да мне даже все равно, как они смешно называются. Ну, знаете, конечно, у нас была дискуссия на эту тему, потому что даже в Грузии люди, когда узнали, что я переезжаю обратно домой, и начинали спрашивать, что это, то я слышала, что они коверкают название «Зинтерс». Потому что, ну, «Зе» – это, ну, как кто привык… Ну, как раз «Зе» для Грузии отлично в качестве окончания. Вот это сочетание букв, ну, да, в качестве окончания, а тут сначала. И вот, но на самом деле, я думаю, что как-то мы с помощью маркетинга справимся, и на самом деле нет кого с кем. Мы говорим о экспорте в той же Австрии, например, ну, нет проблем пока. И адаптировать не придется. Уже проще. Раньше при прежней власти, так сказать, была сеть фирменных магазинов. Планируете? Нет. Не надо вам это. Мы, ну, на самом деле, это такой очень часто задаваемый вопрос от покупателей, будут ли эти магазины, от наших клиентов. Но на самом деле, вот если анализировать несколько ошибок, которые были при прежнем «Дзинтерсе», то это одна из них. Потому что содержать эти магазины – это в наше время, когда есть сети, куда люди привыкли ходить за всем, ну, не целесообразно. Поэтому мы сейчас представлены за первые 9 месяцев работы в больших точках на территории Латвии, чем предыдущие «Дзинтерс». Мы представлены больше, чем двух тысяч точек продаж. Ну, просто как-то, Олегу, не даю слова, мне неловко, но столько мне всего интересно. А проводя параллели с названным вашим, вами названным одним местным брендом, очень популярным, с шариками, с такими, у них есть, тем не менее, свои корнеры. Не свои магазины, но корнеры. А если мы говорим о масс-маркете, к коему вы сами причислили «Дзинтерс», там все понятно, действительно, лучше где-то в сетевой истории участвовать. А возрождаемый бригер, вот этот нишевый, как он будет развиваться? Да, он будет как раз представлен в магазинах подороже, в нишевых и, скорее всего, на территории Латвии он будет продаваться очень мало где. Обязательно будет в Латвии магазин, бригер, который, соответственно, будет представлять всю линейку, которая будет производиться под этим названием, но, в принципе, этот бренд будет ориентирован на экспорт. Насколько интернет-магазины здесь, где можно будет, можно ли будет приобрести? Да, конечно, интернет-торговля, это, в принципе, такое будущее, и даже за этих 9 месяцев мы понялись. Мы понимаем, что наш интернет-магазин сделал довольно большой оборот, это почти 120 тысяч евро за 9 месяцев для масс-маркет-бренда, ну, это довольно хороший показатель, поэтому у бригера тоже будет интернет-магазин на весь мир, и, соответственно, будем смотреть тогда, как будет получаться. Упаковки, логотипы, вот что с этим будет сохраняться старые, будут придуманы новые. Я, кстати, обратил внимание, что в цветах где-то 70-х годов сейчас упаковка, если не ошибаюсь, да? Но выглядит совершенно современно, и линейка продукции, название маленьких городишек, как правило, приморских. Все приморские города, ну, вот нам очень повезло, у нас был довольно большой конкурс на поиск агентства, которое же будет помогать мне разработать стратегию нового Дзинтерса, потому что, ну, ковидная покупка была очень быстрой, в том плане, что мы купили осенью, оборудование уже стояло одну зиму не в рабочем состоянии, и вторую зиму оборудование, которому столько лет, явно могло бы не пережить. Поэтому я находилась в очень стесненных обстоятельствах по времени, потому что нужно было производить, а если ты что-то производишь, тогда тебе это нужно куда-то упаковывать. Чтобы ты мог бы заказать упаковку, у тебя должен быть дизайн. И, в принципе, в нормальном мире это занимает где-то до года разработать стратегию, придумать, как будет выглядеть новый дизайн упаковки. Но мы это сделали благодаря агентству Macan с ночами без сна за три месяца и запустили новый бренд. И как раз в стратегии бренда, в ночных обсуждениях мы пришли к тому, что, ну, янтарь в советское время, в 70-е годы считался балтийским золотом. И как бы это позиционировался как камень, который вот в советское время ценился, ну, и сейчас ценится. Поэтому, ну, где же его можно найти, конечно же? На взморье. На взморье. И у нас с вами взморье довольно длинное. Поэтому для того, чтобы нести имя Латвии в мир, потому что мы понимали, что мы точно будем экспортировать, чтобы знакомить мир с нашей страной, мы решили пойти вот с нашими названиями, которых есть даже Ницца. Ницца – это отлично. Сразу во Францию можно, конечно же. Некоторые сложности могут возникнуть с салат с гривой, например. Опять же, чтобы выговорить. Да, но мы будем… Вам что, мне крем с салат с… да ну его. Ниццу. Да. Ну, посмотрим. Ведь пока все названия произносимы. А, ещё «Рижская сирень» можно произнести. У нас уже есть «Рига лилок». Я так и подвожу к этому, что были же «Рижская сирень». Да, да, они уже есть опять. И можно их купить и в Стокмане, и у нас в интернет-магазине. Пока в лимитированном количестве для того, чтобы мы могли понять, есть ли спрос на рынке на «Духи» производства. Говоря о спросе, наверняка ведь вы уже отслеживаете, какие реакции людей на возрождённый «Дзинтерс». Есть ли какие-то уже первые отклики покупателей, какая-то волна первых мнений, нравится, не нравится, куда дальше двигаться, что люди хотят, что они требуют? Ну, мы видим, что, например, если мы смотрим отчёты продаж по категориям, то «Бальзамы для губ» за 9 месяцев мы стали лидерами продаж 2021 года в категории «Бальзамы для губ». Так что мы можем считать, что эту задачу мы выполнили. «Бальзамы для губ» мы вернули на пьедестал самого популярного продукта в этой категории у нас в стране. И что интересно, на самом деле, во всех странах, которые мы экспортируем, «Бальзамы для губ» являются номер один с точки зрения всех покупок наших категорий. Во всех остальных категориях, по мере поступления нашей продукции, мерится же год всё-таки, мы ни в одной категории не были целый год ещё пока. Мы где-то в пятёрке лидеров масс-маркета, поэтому я считаю, что для первого года, для года возрождения мы сделали очень хороший результат. Признаем, это весьма удачный камбэк, правда? Поздравляем! Спасибо большое! Но по поводу отзывов, конечно, есть отзывы от людей, которым не нравится наша упаковка, новые дизайны, и это нормально, у всех есть повод высказаться, поэтому, конечно, мы прислушиваемся, у нас много что меняется. И от сетей мы слышим какие-то замечания, потому что мы учимся, растём, и поэтому какие-то изменения в упаковке для удобства наших покупателей всё время происходят. Что ж, желаем вам дальнейшего развития и успеха. Заходите в гости к нам ещё. Спасибо! Потому что, к сожалению, время вышло совершенно незаметно, убежало, нам пора прерываться. Да, на небольшую паузу, после чего мы продолжим, вернёмся в утро на болтком. Анастасия Удалова, совладельца компании Henry Adolf Brigger, которая приобрела как раз-таки бренд Zinters, эти два бренда теперь представлены на нашем латвийском рынке с новыми упаковками, с новыми продуктами. Пока представлен один бренд. Расширится, растёт экспорт Zinters, а скоро догонит и Brigger, нишевый латвийский. Анастасия, огромное спасибо. Спасибо большое, хорошего дня.